Врачи рассказывают правду. Это возможность врачам рассказать вам о лечении заболеваний и о том, как мы можем от этого избегать. Это варианты, когда сами врачи открыто рассказывают о тех темах, которые обычно они более-менее скрывают, даже между собой разговаривая. И сегодня будет одна из этих тем. Я пригласил двух фантастических молодых коллег из Веселый Бесцентр 4. Это Алексей Заворин. Здравствуй, Алексей. И Алексей у нас еще докторант Рижского университета имени Павла Страдыня. Вообще прелесть. Доктор знает фантастически много дерматологии и венерологии. И коллега Татьяна Линева. Здравствуй, Таня. И Таня является не только врачом ВС4, но еще работает в Аустрому, то есть в Восточной клинической больнице, в инфекционном центре. И лечит сексуально-трансмиссивных и кожных заболеваний там. И фактически мы хотели поговорить о дерматологии и венерологии по пару главных вопросам. И я пробовал сказать из-за того, что в этом году у нас все-таки что-то изменилось. И мы начали лечить дерматологические заболевания биологическими препаратами. Это новый шаг вперед. И я попрошу, давай, Алексей, расскажи, что это такое, что это псориазм? Почему мы начинаем заниматься как в мире, а не как, скажем, втором, но экономическом пространстве? Спасибо, да. Ну, я вообще хочу сказать, начать с того, что в общей дерматологии очень интересная сфера, своеобразная медицинская сфера. Потому что, с одной стороны, все эти большинство проявлений мы видим не вооруженными глазами. То есть, как правило, человек уже либо сам, либо ему уже кто-то даже из соседей подсказывает, что есть какая-то у него проблема, которую надо решать. И это самый большой орган, фактически. Самый большой орган. И, в принципе, орган, по которому мы можем и другие заболевания диагностировать, не только кожные, но и сами кожные заболевания. Но только с твоим глазом мало. Я думаю, дермоскоп ты все-таки держишь в кармане. Дерматоскоп, да. Это с каждым годом все больше и больше сферы дерматоскопии развиваются. То есть, когда мы можем неинвазивно, то есть, ничего не вырезая, но с большой долей уверенности поставить диагноз. Или, по крайней мере, сказать пациенту, что его надо обследовать еще более углубленно. То есть, например, взять биопсию, вырезать кусочек кожи и послать на проверку. И я думаю, что Алексей хочет сказать, что псориаз – это не только кожное заболевание. Сейчас нынешние исследования показывают, что псориаз является метабольным заболеванием. Это кожное заболевание, в котором вы получаете разные высыпания на коже. Это ассоциируется и с артритом. Очень большая часть нашей медицины связана тоже с разными заболеваниями, которые связаны и с суставами. И на данный момент у нас уже есть медикаменты в Латвии с этого года, с 1 февраля. Они компенсированы, которые помогают тяжелым больным с псориазом и псориатическим артритом тоже лечиться и получать хорошее качество жизни. Вообще, эти биологические препараты начались из дерматологии, не из рейматологии, как мне бы хотелось всем рассказать. Именно с псориаза, кстати. В принципе, псориаз – это та заболевание, которое больше всего изучено именно с иммунологической части. Именно с исследования псориатической бряшки, скажем так. Как и Алексей сказал, мы на коже видим высыпание, мы можем взять кусочек кожи, его обследовать и сделать разные тесты. Именно эти исследования дали нам такие медикаменты, как биологические. Они следуют иммунологическим процессам. Что значит автоиммунное заболевание, это наш иммунитет, что значит автоагрессивное заболевание, что является псориазом. Автоиммунное заболевание, которое – это наш иммунитет работать против нас. Расскажи именно, что это биологические, в человеческом языке, что это такое биологические препараты? Может быть, я немножко добавлю. Я, в принципе, абсолютно согласен с коллегой. Я хотел сказать изначально то, что, несмотря на то, что мы хоть и многое, что уже видим одни вооруженным глазом, но до недавнего прошлого нам не было ясно, каким образом эти заболевания развиваются. То есть псориаз в том числе. То есть, во-первых, что такое псориаз? Потому что я предполагаю, что, может быть, даже многие люди и не знают, что это такое. В общем, это воспаление кожи, в первую очередь. Конечно, как моя коллега отметила, есть и повреждения внутренних органов, и суставов. Но на коже, как правило, проявляется покраснением, шелушением, в том числе и в волосяной части головы. Оно является тоже как нарушение именно в голове, он часто бывает, и как нарушение ногтей. Часто именно псориаз может появляться как нарушение именно ногтей и не проявляться… Все равно, повторяюсь, расскажите, что это биологический препарат? Да. Но, как я говорю, мы не знали толком, как оно развивается, заболевание. За последние 20-30 лет мы открыли, не мы конкретно, но ученые мировые, открыли механизм развития, да, и установили, что клетки между собой умеют общаться. То есть они передают воспалительные сигналы, молекулы. Вот. И в случае псориаза вот эти молекулы, они немножко в не том количестве, то есть есть вещества, которых производится чуть больше, и это вызывает вот этот вот воспалительный процесс. И вот эти биологические препараты, они позволяют на определенном уровне определенные сигналы блокировать. Но они все-таки делаются в живой клетке, начнем с тем. Да, поэтому они называются биологическими. Они делают… Это медикамент, который создан в лаборатории, где используется клетка, она модифицирована, и это значит, что она подавляет, простыми словами говоря, он подавляет наш агрессивный иммунитет, прекращая цепочку этих реакций, в котором образуется эта воспалительная бляшка на теле, или ногтях, или в голове, или опять же в суставе. И она подавляет воспаление очень умным способом, не мешая функционированию нормальному организму. Прежде эры биологических медикаментов у нас есть достаточно сильные медикаменты, которые работают неразберительно на организм. Например, это цитостатики, метатриксат, циклоспорины. Это те медикаменты, которые работают на весь организм. Ну и при них есть тоже разные побочные эффекты, но в сравнении с этими уже умными медикаментами, биологическими, эти побочные эффекты являются уже меньше. Давайте чуть-чуть о атопическом дерматите. Давайте расскажи мне, что это атопический дерматит. Быстренько перебежим всю дерматологию. Атопический дерматит, в принципе, это заболевание, которое в западной культуре становится все более и более популярным. То есть по некоторым данным, то есть дети сталкиваются, даже треть детей в какой-то промежуток жизни сталкиваются с этой проблемой. И в первую очередь, конечно, жалуются на воспаление кожи, которое находится в характерных местах, да, и есть также характерный зуд. У совсем маленьких детей это могут быть, например, щечки, да. Потом это воспаление переходит, например, на суставы внутренней части, то есть рук. На кожи, да. Да. И, как правило, почему атопический дерматит? Есть такое понятие атопия или атопическая триада, да. То есть бывает, что вот это кожное воспаление также комбинируется с аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, аллергический ренит, то есть аллергический насморк. И поэтому, как правило, пациенты ищут вот одну вот эту вещь, которая как аллерген, то есть, например, еда или пыльца, которая вызывает вот это воспаление. Или бытовая химия. Или бытовая химия. Но, к сожалению... Я бы хотела добавить, что это в основном детское заболевание. 75% происходит в действии и заканчивается. И обычно это время, когда начинаем мы прикармливать деток, да, или в тот момент, когда мы идём в детский сад, и мы начинаем есть очень много сладостей. Обычно в 4-5 лет этот атопический дерматит, он глохнет, да. Но, опять же, есть уже, как доктор Алексей говорил, у нас получается такая проблема, что, опять же, во время переменного возраста, переходного возраста, может быть, опять же, всплески. И особенно, если у деток есть бронхиальная астма, да, и у них активизируется зуд и высыпание на теле. Эта взрослая форма, она проходит намного тяжелее, да, и она может тянуться с нами всю оставшуюся жизнь. Чем вы занимаетесь? То есть что вы делаете? Что вы им даёте? Как вы их лечите? Первое лечение – это всегда уход за кожей. В западных странах уход за кожей является методом лечения, да, это эмульенты. Этим деткам не хватает защитного барьера кожи, да, потому кожей надо помогать и её защищать. Второй момент – доказано, что в Латвии у нас 10 месяцев в году не хватает солнца, да, и нам нужно всё-таки дополнять резервуары для витамина. Скандинавии, например, продуктов общего питания, например, молоко… – Это очень плохой пример. – Ну, что, почему там вложить, лучше всё-таки добавлять, а если он будет, только пить то, что с витамином, где… – Я хотела сказать, что он не обогащённый, да, витамином, да. – Да, я говорю, я очень против этого обогащения просто, потому что мы не можем уже определить, сколько, почему, когда. – Да, но, конечно, мы можем добавлять Д-витамин в виде медикамента, да, особо если у детки есть уже этот диагноз. Конечно, мы добавляем всегда дополнительно в течение лечения этот витамин. Почему? Потому что он считается как антидепрессиант иммунитета, да, он подавляет эти автоагрессивные симптомы. – Я хочу немножко добавить, я абсолютно согласен. Я хотел бы сделать акцент на том, что, ну, обогащённый, не обогащённый, это тут можно дискутировать, но главное, чтобы тоже акцентировать внимание, что солнце хорошо, но в умеренных дозах, да, потому что многие пациенты говорят, лучше, зачем нам пить витамин Д, когда мы можем просто пойти позагорать, а ещё хуже – сходить в солярий, да, позагорать и там догнаться, да, так сказать, этим витамином Д. Вот, но в солярии, как правило, этот витамин Д не в достаточном количестве, мы не получим, но при этом мы получим достаточное облучение, да, и впоследствии риск на злокачественные кожные заболевания, особенно базилиомы, плоскоклеточный рак кожи и иногда даже меланомы. – То есть мы плавно перешли с таких атопических заболеваний на реальных кожных раков и перешли на то, что нормальный дерматолог всё-таки сопротивляется летом очень серьёзному загоранию. – Конечно, конечно. – Давайте, приближается лето, приближается апрель, в апреле уже можно загорать, люди туда уже стараются. – Вы знаете, я на самом деле как врач и как дерматолог много лет слышал о том, что загорать – это вредно, что кожа старится раньше, что есть выше риск на злокачественные образования кожные, но пока я реально не увидел своими глазами какой-то, на самом деле, побочный эффект, да, вот этого загорания, я вроде как это осознавал, но я, когда это реально увидел, я это как-то понял по-настоящему. Я вот был на практике, когда в Австрии, да, то есть у них есть кабинет, где они осматривают пациентов с раком кожи, да, и в основном это были пациенты, которые в течение своей жизни достаточно активно загорали. Первое, на что обращаешь внимание, что заходит женщина, то есть ты думаешь, что ей, ну, условно говоря, лет 70, да, а смотришь на паспорт, и я, кажется, всего лишь 55, да, то есть реально человек выглядит гораздо старше своих лет, это первое. Это то, что, как правило, пациентов беспокоит. Ну и плюс то, что у них куча злокачественных кожных образований, да, базалиом, который, от которых, может быть, не умирают так часто, но, тем не менее, они могут сильно-сильно навредить здоровью, да, то есть вызывать большие язвы, скажем, на лице, да, вот. Кожная онкология, она не болит изначально, и мы, как дерматологи, не всегда ищем большие образования в районе 5 сантиметров. Это видно невооруженным взглядом. Мы за профилактику, мы за то, чтобы ежегодно человек после активного солнечного сезона ходил бы проверяться на образование, потому что если оно маленькое, если оно не перевышает несколько миллиметров, мы ее очень хорошо можем лечить. В тем случае, не дай бог, эта меланома, это одна из самых агрессивных метастатических онкологий, от которого реально люди умирают, и от которого, это срок жизни маленький. И это, как правило, люди, которые злопотребляли солнцем, да, злопотребляли солярием. Все-таки в солярии находится та волна ультрафиолета, которая негативно влияет на деление кожи и провоцирует образование именно вот неправильных, мелоцитерных клетках или в образовании, или по-новую, да. То есть вы все равно будете рекомендовать всем тем, которые идут загорать прямо на прямом солнце, или едут на юг загорать, вы будете какие-то кремы рекомендовать? Мы всегда говорим, надо загорать, да, но главное не обгорать, и всегда это делать защищенно, да, потому что надо понимать, что ультрафиолет это тоже радиация, да, и она накапливается. И как и коллега сказал, видно этих людей, которые злопотребляют солнцем. Во-первых, кожа стареет быстрее, морщины появляются быстрее. Мы, как и тоже дерматологи, мы тоже на это обращаем внимание. И плюс это провоцирует образование разных, тех же самых папиллон, сибарейных кератом, разных образований, которые вроде не злокачественные, да, но они дают нам понимать, что через некоторое время там может образоваться и нехорошие вещи, да, так что все-таки наши люди на севере, они светло-кожие, да, и чем светлее кожа, тем больше риск на все-таки на побочные эффекты, которые нам дает солнце. Я по-быстрому попробую перейти на совершенно другую тематику, если я вас обоих пригласил, потому что вы из тех людей, которые вообще разговаривают о сексуально-трансмассивных заболеваниях. Есть такое дело. Это актуально, не актуально в Латвии? Венерологические заболевания до сих пор актуальны и в Латвии, и в Европе. Они все-таки есть, да. Их больше, чем мы обычно понимаем. А мы обычно говорим сифилис, гонорея, и все остальное забываем. Хламидия, уреоплазма, которая все-таки в Европе не особо лечит, но все-таки мы это делаем в Латвии, да, оно в достаточном количестве все-таки есть в наши дни. И что еще страшнее, есть, то есть, скажем, сифилис, хламидия и гонорея, их можно вылечить, да. Но есть и такие совсем страшные заболевания, которых все боятся, это ВИЧ, гепатит С. То есть, как бы банально это ни звучало, то есть, в первую очередь, конечно, профилактика. Профилактика, это значит, ну, во-первых, знать с кем, где и когда, да. Вот, но при этом не забывать и, ну, так сказать, доверять, но проверять. И поэтому, если мы не знаем, если мы не сдали и не проверили, есть ли у нас или у нашего партнера заболевания, передающиеся половым путем, то есть, естественно, пользоваться барьерным методом, то есть, презервативом. Потому что только он может нас защитить. Защитить нас от сюрпризов. И в Латвии статистика достаточно плачевная, если что касается ВИЧа, да. Мы одни из передних... Насчет ВИЧа и цех аппетита я сюда приглашу специально, говорить, это мне очень интересно. Но насчет этих двух пожилых, наших, бенериологических заболеваний, как у нас ситуация с эфилисом сейчас? Я смотрела по нашим данным, примерно каждый год эти цифры варьируют около 150, да. Но это только регистрированные случаи, да. И то же самое гонорея, да, хламидиоз. Их побольше, да. Но цифры не настолько высоки, да. Но они часто не регистрируются. Потому я думаю, действительно, ситуация намного выше, чем она показана. У нас на данный момент в свободном обществе нету принудительного лечения, да, нету принудительной диагностики. Мало того, у нас, как и известно, в принципе, открытые границы, да. То есть, кто хочет, куда хочет, может съездить и по Европе, и вне Европы. И также мы знаем, что Европа, в принципе, в последние годы сталкивается с кризисом, кризисом миграционным, да. То есть, и, как известно, сифилис, это доказано научно, да. То есть, он, его, так скажем, популярность, да, то есть, его заболеваемость, она коррелирует, да, то есть, с разными катаклизмами. Войнами, экономическими переменами, революциями. У нас же нету революции и войны. У нас нет, но в Европе есть. То есть, ну, мы знаем, от нас беженцы, к сожалению, убегают тоже, да. Но наши люди могут спокойно съездить в Австрию, в Германию, да, где эти люди, скажем, есть. И вполне возможно, из-за того, что у них нет такой доступности к, может быть, здравоохранению, да, или в ходе военных действий, может быть, у них были проблемы какие-то, да, вполне возможно, они сейчас являются также и носителями заболевания. И, ну, тем не менее, это не мешает нам с ними общаться и потенциально заражаться. Я бы хотела просто... И привозить, заражать нас сюда. Извиняюсь. Я бы хотела добавить просто, что главное, опять же, здесь профилактика. Не надо стыдиться сдавать анализы, не надо стыдиться это делать и сказать, да, я раз в полтора-два года делаю анализы на ВИЧ, сдаю мазки. У нас есть государственная программа на это. И если есть какие-то подозрения на любое заболевание, какие-то выделения, зуд, неприятные ощущения после полового факта, обязательно обращаться к специалистам и искать причину. И всё-таки тот специалист будет дерматологией, это общая специальность дерматологии и венерологии? Мы получаем специальность по дерматологии и венерологии, да. И всё-таки людям нужно обращаться именно к специалисту. То есть это было бы лучше, тише и лучше, и результат получше. Я бы, может, хотел бы акцентировать, если у нас есть еще время, в каких случаях стоило бы обращаться к специалисту. Потому что, конечно, как правило, симптомы чаще у мужчин, чем у женщин. То есть у женщин может быть симптомов и не быть. Соответственно, женщинам надо думать о том, что есть у них все-таки были какие-то связи незащищенные. То есть лучше лишний раз провериться. У мужчин тоже, в принципе, симптомы, может быть, на каком-то моменте есть. То есть в первую очередь это, конечно, выделение. Болезненное мочеиспускание, например. Но и бывает такое, что через какое-то время эти симптомы перестанут. Вроде как уйдут. Вроде бы все и хорошо. Но при этом заболевание еще остается. Поэтому если что-то такое было, лучше все-таки провериться. Вернусь к дерматологии. Мне последний вопрос остался. Ну, сам написал, что тебя интересуют, какие темы. Я просто за этим следил. Ты написал облицении. Ну, как ты будешь меня, скажем, большие такие волосы, как тебя? Ну, я немножко в другом контексте писал, да. Но, к сожалению, есть моменты, в которых можно помочь, да. Есть моменты, в которых нельзя помочь, да. В случае с так называемой андрогенной аллопецией, да. То есть это андрогены, это значит мужские гормоны, да. То есть потому что есть у нас люди, у которых волосяные фолликулы чувствительнее к мужским гормонам. Да, и здесь, к сожалению, на таком этапе может только трансплантация помочь. Ой, давайте я не буду трансплантировать. Нет, все равно буду сказать большое спасибо нашим коллегам. Мне очень интересно с молодыми коллегами говорить на счет дерматологии и венерологии. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. И я надеюсь, что вам специально без какой-то такой ненадо будет к ним обращаться. Но они находятся в СЛИМС-центрах 4. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому